приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала главный враг заключенного скука темы для разговоров с соседями быстро иссякают потому что то что можно народ вываливает на собеседника сразу да и рассказчиков нормальных не так много телевизор тоже достаточно посмотреть неделю а потом идут повторяющиеся вариации типа звезд экрана которых при строгом подходе дальше сельской самодеятельности пускать нельзя хотя находятся и осужденные фанаты не вылезающие из телевизионки кто-то подсаживается на чтение другие увлекаются спортом даже те кто до посадки о нем и не помышлял но больше всего людей затягивает игра особенно запрещенная правилами и законами сама игра в тюрьме приветствуется так как считается одним из воровских проявлений по понятиям выигравший 20 процентов отдает на пополнение общего независимо от того что именно выиграно речь конечно же идет строго о материальных предметах или деньгах а не о виртуальном проигрыше приседания подтягивания щелбаны и так далее на каждом централе обязательно есть человек отвечающий за игру через него существующие на сегодняшний день правила игры доносятся до общей массы через него устанавливается потолок стандартный максимум после достижения которого игра должна прекратиться или же с разрешения смотрящего за игрой продолжаться дальше по большому счету затянуть человека в игру несложно если он азартен остановить его уже нельзя стоит также сказать что игральные карты стос пулемет стиры системе изготавливаются вручную знающий свое дело человек может так изготовить колоду что при раздаче и и он пальцами будет чувствовать кому и что он раздает крапления и так далее если же есть у нескольких человек договор между собой раздевание кого-либо не проиграть в таком положении просто невозможно азарт губит людей на воле губит людей в тюрьме зачастую проигравшийся может уехать на этап проиграв все свои вещи включая обувь играют под интерес в карты нарды шахматы шашки домино в воши монополию игр много но смысл один всегда из двоих севших за нее кто-то выиграет другой проиграет и это закон игры опытные игровые по многу дней охаживают будущего клиента создавая соответствующую психологическую атмосферу затягивания человека в игру люди в этом процессе могут меняться возможны их значительные проигрыши будущей жертвы и все это делается только для того чтобы втянуть в процесс клиента попавшиеся теряют деньги машины и квартиры на свободе при этом вытащить деньги на волю проигравшегося помогают воры или авторитеты когда нет живых денег или ситуация не предполагает денежную оплату проигрыша вход идет приз курант список исходя из которого можно любую вещь оценить в рублевом эквиваленте а спортивной сумки до зубной щетки перед нормальной игрой обговариваются основные и условия сколько длится игра кем именно и как производится расчет при нормальном течение игры должен быть никто наблюдающий за ее течением и выступающий в качестве рефери в спорных ситуациях бывает так что кто-то из окружающих поддерживает игрока то есть наравне с ним несет ответственность за проигрыш выигравший если это не было оговорено заранее вправе установить любой срок получения выигрыша сразу же по факту выигрыша до 12 ночи или же через неделю в ситуации невозможности расчета в установленное время и не желание выигравшего подождать выплаты проигравшего объявляют фуфлыжником в тюрьме говорят фуфлыжник хуже педераста с фуфлыжника получают путем физического воздействия и дальнейшее его существование в системе проходит под клеймом фуфлыжник такой статус присваивается зэку который проигрался и не смог заплатить долг не рассчитав собственные силы любой игровой может стать фуфлыжником у флометом фуфлагоном отмыться от такого клейма невозможно по крайней мере во время пребывания в тюрьме появление фуфлыжника в камере большое событие причем событие негативное поэтому смотрящий за игрой обычно большое внимание уделяет игроку насколько он морально крепок и стоек может он случае проигрыша не станет напрягать близких на свободе а ломанется к сотрудникам за защитой тогда число низких мастей в колонии пополнится а их и так уже отселять некуда целые бараки состоят из петухов чертей козлов крыс и фуфлыжников игровой может решить рискнуть очень заманчивый кажется перспектива участия в крупной игре обычно они ведутся на деньги если повезет указанная сумма будет доставлена по адресу на воле который укажет выигравший но не имея достаточного обеспечения и проиграв прогнав фуфлу зэк очень сильно рискует менты на первых порах поселяют сломившегося в отдельную камеру шизо но за изоляцию и решение вопроса фуфлыжника спросят информацию о тайнах братвы где наркота спрятана кто готовит побег как в колонию поступает запрет где в бараке оборудованы тайники сотовыми телефонами спиртным колющую режущими предметами очень интересует оперов какие взаимоотношения между осужденными их настроения в общем чтобы не допустить фуфлыжничество смотрящий за игрой если сомневается в ком-то из игроков может вмешаться и донести до них воровскую постанову о том что нельзя играть в долг зачастую такая постанова нарушается так как порядочность некоторых сидельцев сомнений не вызывает умные люди сами не рискуют залезать в долги им чужих примеров хватает сотрудничество фуфлыжника с администрацией это конечно же крайний случай обычно же выигравшие чтобы хоть что-то получить и не лишиться в будущем состоятельного соперника могут переносить срок отдачи иногда выигравшие не заостряют внимание на проигравшими не вернувшим долг но побежит он к ментам те потянут смотрящих попросят их вмешаться проигравшего после камеры вызовут на сходняк и объявят фуфлыжником в любом случае долг ты не получишь а нервы потеряешь это был канал все о тюрьме ставьте лайк подписывайтесь на канал удачи вам